Всем привет! Меня зовут Дарья Вересникова и я являюсь коммерческим директором и соучредителем компании SafeTag. Компания на протяжении уже 12 лет занимается информационной безопасностью и преимущественно безопасностью платежей. И наша задача сделать так, чтобы ваши платежи в дистанционных каналах были максимально удобными и безопасными. И все мы знаем, да, у нас у каждого в мобильном телефоне есть мобильный банк, мы переводим денежные средства, мы платим за интернет, за телефон и все это классно, здорово, удобно, но что же было до этого? Как это все защищалось и как мы, собственно говоря, докатились до того, до чего докатились, да, что у нас мошенники, социальные инженерии. На самом деле это проблема счета и меча. Чем больше мы защищаемся, тем больше нас пытаются атаковать. И сегодня я хотела бы рассказать о том, как это все происходило на протяжении истории. Первые системы дистанционного банковского обслуживания появились примерно в 90-х годах. И тогда это были специальные программы, которые устанавливались на компьютер, обслуживали в основном юридических лиц и назывались они толстые клиенты, но потому что их нужно было устанавливать. Для доступа в личный кабинет, для подписи, подтверждения транзакций тогда использовались ключи в файловых хранилищах, да, ну, представляете себе файлик, который просто где-то сгенерирован, и в нем лежит ключ к электронной подписи. И, конечно же, появились моментально первые мошенники. И самое простое было, что сделать, это просто украсть компьютера клиента ключ от электронной подписи. Это действительно было очень легко. Тогда начали бороться с этим. Ага, как же бороться с кражей этих ключей прямо с компьютера? И появились вот такие, у меня есть с собой такая штука, вот такие вот USB токены. В целом всем такая знакомая флешка, все, я думаю, услышали это, собственно говоря, словосочетание USB токен. Появились даже специальные карточки, которые назывались смарт-карты. И сначала ключи электронной подписи на них были извлекаемыми. Ну, и оказалось, что как-то это странно, да, но мы просто переместили с одного места на другое. Стали появляться ключи электронной подписи с неизвлекаемыми ключами. Но людям нужно было носить с собой, собственно говоря, эти устройства. И зачастую бухгалтера, и вообще мы все забывали пароли, мы все забываем пароли, и просто на этих токенах начали писать, наклеивать пароли. На самом деле, введу историческую справку. Многие мы с вами слышим про электронную подпись. Кто-то наверняка даже знает, что у нас существует специализированный закон об электронной подписи. 63-й федеральный закон, который пишет наша Федеральная служба безопасности. Был он написан в последней редакции в 2011 году. Но такая небольшая историческая справка, что первый закон об электронной подписи, который красиво и пафосно назывался «Закон номер один» об электронной цифровой подписи, был написан аж в 2001 году, когда в нем было написано о том, в каких системах использовать электронные подписи с той, что существуют корпоративные системы, существует доступ к государственным системам. И все это действительно вот эта вот эволюция средств подписания и средств криптозащиты информации. Ну, вернемся к системам дистанционного банковского обслуживания. Как только появились токены с неизвлекаемыми ключами электронной подписи, уже так просто взять и украсть этот ключ было уже значительно сложнее. Только если физически, опять-таки, с токеном, на котором написан руками человека этот пароль. Но это требовало физического присутствия. А как же у нас удаленные атаки? И появились атаки на систему ДБО. Это атаки подмены реквизитов, когда ты создаешь одну платежку, нажимаешь подписать, а подписывается другая. Появились автозаливы, когда в большом количестве документов, когда идет какое-то групповое подписание, ты подписываешь много-много платежей и вместо 10 платежей подписываешь 11, потому что туда случайно затесался еще один файлик электронной подписи. И стало понятно, что одним таким средством не обойтись. Появились наши замечательные и дорогие, так называемые OTP средства подтверждения. Сначала это были такие маленькие брелочки, на которые нажимаешь на кнопочку, генерируется одноразовый кодик подтверждения. Он не привязан ни к чему, кроме пользователя. Ну то есть фактически действительно не очень понятно, что ты и когда подписал. Потому что там нету никаких реквизитов и опять-таки их поменять не составляло никакого труда. Появились так называемые MAC токены. Это криптокалькуляторы, в которые пользователь долго и упорно, нажимая много-много знаков, символов, полноценный номер счета, сумму, которую необходимо было перевести, он вбивал, чтобы у него сгенерировался усиленный код подтверждения, уже привязанный к реквизитам платежа. Ну эта история начала все-таки быть более безопасной и спасать людей от, соответственно, таких массовых программных хищений. Но вы представляете себе, насколько это сложно взять и вот так вот руками что-то, собственно говоря, вводить. Хотя даже сейчас до сих пор во многих странах зарубежья заставляют пользователей покупать эти MAC токены и физически продолжать мучиться. То есть эти технологии, они до сих пор в целом в мире в ходу. Но как упростить вот эту задачу, да, как создать некое средство подтверждения для того, чтобы оно было более безопасным и было в отрыве от того компьютера, на котором мы, собственно, создаем платеж. Появились вот такие прикольные тамагочи. Устройство семейства TrustScreen. Это фактически экранчик, который ставился в разрыв. У него с одной стороны вставлялся USB токен. Дальше он вставлялся в компьютер. В него можно было вставить какую-то карточку. У него здесь есть две кнопочки. Подписать и отклонить. И когда происходил какой-то платеж несанкционированный, попытка списания денежных средств несанкционированная, которая проходила вне рамках установленных платежей, она отображалась на этом экране. Пользователь проверял, говорит, нет, не мое. Нажимал там отклонить или да, мое, действительно, нажимал подтвердить. И вот эта вот штука стала достаточно удобным средством, которое, ну, помогла защитить большое количество банков и финансовых организаций и их клиентов от хищений. Но мир развивается. Одними юридическими лицами сыт не будешь. Естественно, стала развиваться система дебо для физических лиц. Они были супер простыми. Был там телефонный банкинг. Много-много всяких попыток создать достаточно безопасное дистанционное средство. Но согласитесь, вот раздать каждому вот это или вот это физическому лицу это а, дорого, б, сложно. Далеко не каждый сможет это сделать. И что же, собственно говоря, начали придумывать, продолжили рассылать OTP-коды уже в виде смс. Появились наши любимые скрэйч-карты. Кто знает, мою любовь к скрэйч-картам обязательно, я думаю, обратит на это внимание. Появились скрэйч-карты, но, опять-таки, OTP-код, к сожалению, не привязан к реквизитам платежа. И даже стирая код со скрэйч-карты, ты можешь подтвердить в целом любой платеж. Это не защищает от подмены реквизитов, а физических лиц обслуживать каким-то образом нужно. Но все продолжили слать смс-ки. И в этот момент, это было как раз примерно 10-15 лет назад, случился какой-то бум на эти смс-ки. О, боже мой, это же так легко. От какого-то количества мошенничества это действительно начало защищать. Но почему-то специалистов информационной безопасности в этот момент начали просто гнобить, говоря о том, что, ребят, вы со своими вот ибэшными штуками подождите. Нам главное, чтобы клиент был доволен. Посмотрите на банка, посмотрите на банк Б, посмотрите на зелененьких, посмотрите на красненьких. Все рассылают смс-ки. О, боже мой. И начался вот этот вот бум, погони за смс-ками. В этот момент это же раздоле для мошенников. А что такое смс? Это перехват сообщений по протоколам СССР. Это программное средство украсть этот кодекс со смартфона. И вообще смс-ку знают на протяжении всего жизненного цикла. Ее знает банк, ее знает агрегатор мобильной связи, ее знает сам оператор сотовой связи. Но это вот, в общем, еще та разгульная технология, которая прошла 15 рук, прежде чем попала в клиента. И будет огромное счастье, если действительно окажется, что нужный кодик в нужных руках подписывает нужную платежку. Поэтому на самом деле специалисты службы информационной безопасности категорически против этой технологии, потому что она мало от чего защищает. Когда все перешли на смс-ки, что случилось? Операторы сотовой связи почувствовали большой куш. Это же, представляете, объемы. Посмотрите, сколько вы транзачите. Это же огромные объемы денежных средств. Именно тогда очень сильно в разы увеличилась стоимость смс-сообщений для банков. Ну, банкиры же они не глупые. Они на безопасность-то забивали ради удобства. А еще и платить каким-то операторам сотовой связи. Давайте сделаем все супер бесплатно. Давайте использовать пуши. А вообще зачем нам пуши? А если присылается, пусть он будет самоподставляющимся. Он придет и подставится в нужное место. Клиенту ничего не надо делать. Какая безопасность в этом? Ну, примерно нулевая. Кто-то начал говорить, а зачем мы вообще так делаем? А давайте просто логином, паролем это все подписывать. Я на самом деле удивляюсь, до сих пор, до сих пор есть некоторые банки, которые без какого-либо дополнительного средства подтверждения переводят платеж. Мне за саму себя страшно, потому что, ну, я могу ошибиться, я могу не туда отправить деньги, я могу перевести не на тот счет, ну, дайте мне, пожалуйста, хотя бы один шанс саму себя проконтролировать. Я уже не говорю о мошенниках. Регулятор начал несколько лет назад все-таки акцентировать внимание и писать регуляторику, говоря банкам банки. Ну, пожалуйста, ну вы же финансовая организация, вы основа экономики нашей страны. Вы можете, пожалуйста, делать безопасным все. Надо делать контроль целостности, контроль авторства. Посмотрите на зарубежку. На зарубежном рынке на самом деле давно уже средства OTP подтверждения, OTP-коды просто запрещены. В некоторых странах, как я говорю, раздают до сих пор мактокены. Регулятор начал эту историю, собственно говоря, развивать, да, пытаясь писать законы, что начали делать банки, мы начали искать лазейки, как бы сделать так, чтобы их не соблюдать. Остаются те же самые смс-ки. Кто-то говорит, ребята, да мы вообще на самом деле, да ничего страшного. Ну, придет проверка, мы так покиваем головой, посыпем голову пеплом, и не будем мы ничего делать. И вот у нас происходит почему-то вечно на рынке вот эта вот борьба между бизнесом, который почему-то считает, что безопасность делает только хуже, и безопасностью, которая уже хватается за голову и говорит, ребята, ну, пожалуйста, ну, позаботьтесь о своих клиентах. И на самом деле регулятор пытается сделать вам хорошо. Пока происходит эта технологическая битва за право между бизнесом мы, собственно говоря, безопасниками, начинаются параллельно идти несколько технологических веток, которая, собственно говоря, и привела нас к более-менее хорошей, настоящей, текущей реальности. Первый стрим, первая параллельная ветка, это, ну, смотрите, ну, то есть когда-то мы раздавали вот это, мы раздавали вот это, тут вот сюда можно записать ключик, здесь что-то можно отобразить, да, а у нас есть супер дорогое средство, которое мы сами себе покупаем. За безумные деньги, сами себе, каждый пользователь, и оно на самом деле умное, оно всегда находится с нами, и давайте, пожалуйста, сделаем так, чтобы там можно было генерировать ключи электронной подписи, и, соответственно, сделаем его нормальным, безопасным средством. И да, появились компании, в том числе мы, которые начали делать так называемые мобильные электронные подписи. классно, безопасно, прямо в устройстве, но первоначально они были негосударственного формата, скажем так, да, то есть на них была не сертифицированная криптография, потому что, боже мой, а как же сертифицированную криптографию в мобильные телефоны распространять через зарубежные облака, ну, это не очень допустимо, да, у нас токены-то вывозить за пределы страны нельзя, как это так, криптографию, собственно говоря, в мобильный телефон поместить. Поэтому изначально она была исключительно не сертифицированная на мобильных приложениях. Это был один стрим. Параллельно начали пытаться решать другую проблему. Если всем раздать USB-токены очень дорого, то почему бы не сделать один большой токен, который будет где-то стоять, в нем будет много-много ключиков в электронной подписью, он будет супербезопасным, суперзащищенным, а доступ к этому ключику как-нибудь у нас, собственно говоря, будет совершаться. И тогда появились сертифицированные средства, появились огромные такие специальные HSM, специальные файловые хранилища, которые имели достаточно большую стойкость с точки зрения различного вида атак. Вокруг этих HSM-ов появились программные средства, создание, подписи и тому подобное. И создав такое некое дистанционное хранилище, многие побежали и сказали, класс, а теперь мы будем, криптография у нас будет на сервере, а смс-шкой мы будем все подтверждать. Регулятор сказал, ребят, так как бы не работает, мы не для того законы выпускаем, чтобы вы опять все сводили к смс-кам. Это же наша основная любовь, свести к смс-кам и утипи-кодикам. И сказали, нет-нет-нет, ребят, так нельзя делать. Но многие, к сожалению, продолжают подписывать смс-ками, говоря даже, что у нас где-то там, в хвосте сертифицированная криптография отечества, у нас все хорошо. На самом деле это лукавство. И появилась вот такая вот история, с одной стороны мобильная электронная подпись, с другой стороны некая дистанционная электронная подпись. И в какой-то момент времени эти все вещи органично сошлись. И что мы имеем сейчас? Что мы имеем сейчас на рынке? Мы имеем сейчас возможность подписи транзакций на мобильном телефоне. Мы имеем сейчас даже экспортные версии отечественной криптографии, которые мы можем помещать на наши смартфоны. И мы можем сейчас со смартфона даже ставить квалифицированную электронную подпись, что дало нам возможность брать ипотеки, регистрировать бизнес и многое-многое другое. Это огромный шаг, в принципе, для нашей страны и для безопасности в сочетании с тем, зачем, собственно говоря, пытался гнаться бизнес, в сочетании с удобством, чтобы действительно защищать клиента. Все уже научились разговаривать со службой информационной безопасности банков, со специалистами МВД, и даже иногда нам звонят якобы с ФСБ, пытаясь социальной инженерии заставить нас отдать людям денежные средства. На самом деле, благодаря тому, что происходит а, пропаганда, б, действительно, там, мобильная электронная подпись достаточно глубоко уже начинает внедряться, у нас сокращается социальная инженерия и начинаются старые добрые программные атаки, которые, опять-таки, при неправильном применении технологий безопасности начинают становиться опять актуальными. И если посмотреть статистику Финцерта, действительно, социальная инженерия идет на спад, программные средства опять набирают свою силу. У нас по-прежнему очень сильно атакуют физических лиц по одной простой причине, что банки продолжают находить лазейки в законодательстве. Почему-то кажется, что если выпускаются какие-либо постановления, в которых рекомендуется в той или иной степени усилить безопасность, как будто бы нам палки в колеса втыкают. Нет. Просто поверьте, там ребята знают немножечко больше, чем мы здесь, пытаясь гнаться за клиента, отправляя им смс-очки и пуш-кодики, или не отправляя им ни в коем случае вообще ничего. У нас появилось достаточно много возможностей с дополнительной биометрической аутентификацией, с мобильными электронными подписями. Мы действительно можем дать клиенту возможность защититься самому и защитить его. У нас очень развита система антифрода, которые могут в реальном времени отследить перемещение человека по геолокации, много-много чего. Просто этим нужно действительно активно заниматься. Мы стараемся, к сожалению, зачастую только упростить и найти какие-то лазейки в законодательстве, чтобы его никак не соблюдать. Для мобильности юридических лиц сейчас существуют такие же USB-токены, это такие же аппаратные средства, но которые прекрасно у нас работают вместе с телефонами и NFC. И имея в кармане эти два устройства, можно подписать в целом любой документ, квалифицированный электронной подписью, даже юридическому лицу. У нас уже запретили подписывать ОТП-кодиками платежки. Осталось дождаться только, когда запретят, наконец, подписывать еще и документы. Потому что сейчас, к сожалению, мы еще подписываем кредитные договора, вот такую вот стопку, одно смс, а потом имеем большое количество проблем. Но на самом деле мы недалеки от того, чтобы и здесь тоже добрый, заботливый регулятор за нас подумал. Дорогие друзья, я вас призываю, все придумано, все есть. Есть огромное количество технологий для того, чтобы защитить себя, защитить клиента. Не нужно ни в коем случае думать о том, что безопасность – это неудобное зло. Нет, оно уже удобное. Поэтому, пожалуйста, думайте о безопасности, думайте о своих клиентах, любите регулятора. А мы чем можем, тем поможем. Всем добра, хорошего вечера. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok